Руководство Республики на неделе провело целый ряд имиджевых встреч. Радик Абиров встретился с генеральным директором Интеррау Борисом Ковальчуком. И вместе они открыли энергоблок Кармановской ГРЭС. В день же юриста московских гостей встречал уже премьер Андрей Назаров. Традиционно прибыл депутат Государственной Думы России Павел Кашениников, который считается автором большей части наших законов, а также председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер Сергей Степашин. Я приветствую вас на канале ПРУФРФ с итогами недели. Обязательно комментируйте данные видео и делитесь с друзьями. Так вот, в день юриста произошла церемония вручения ежегодной премии «Юрист года 2022». В башкирском списке награжденных 12 номинантов и два обладателя именных премий имени Петра Росинского и имени Анатолия Венедиктова. Среди них уфимский предприниматель и депутат Горсовета Уфы Артур Шайнуров, а также вице-президент Адвокатской палаты Республики Денис Юмодилов. Наши поздравления всем номинантам. Оперативное совещание правительства Ради Хабиров провел быстро, но довольно жестко. Неприятные моменты там пришлось пережить министру здравоохранения Айрату Рахматулину, которому глава попенял на сложности записи в поликлинике. Геннадия Разумикина спросили о доступности интернета в республике. Здесь мне довольно сложно оценивать функционал и компетенцию господина Разумикина. Есть, во-первых, вопросы по реализации нацпроектов в сфере цифровизации. Ну и я, как понимаю, интернетом в большей степени занимаются провайдеры. Еще одной основой и идеологической составляющей Ради Хабирова станет музей кочевых цивилизаций. Он анонсировал проведение исторических чтений имени Ниаза Абдухаковича Можитова. Мне приятно слышать имя этого ученого и моего учителя. Но вот печально, что основные концепции и идеи этого ученого в большей степени заменены на концепции его научных оппонентов. Главное дечище его, городище Уфа-2, находился в плачевном состоянии. Да еще и церковь там задумали зачем-то построить. Какое-то странное признание в минувший понедельник сделали власти республики в лице самого Ради Хабирова Максима Забелина и Ленара Ивановой. Они предложили выдать на Новый год семьям мобилизованных по 20 тысяч рублей на подарки детям. Была озвучена зарезервированная сумма в 400 миллионов рублей. Если эту сумму поделить на 20 тысяч рублей, то мы получим цифру 20 тысяч мобилизованных из нашей республики. А как же нас уверяли, что всего от 7 до 10 тысяч мобилизованных и нет завышенных планов по Башкортостану? Напомню, что в Татарстане мобилизовали чуть более 3 тысяч человек. Собственно, больше ничем интересным оперативка в правительстве и не отличилась. На неделе Останскинский суд Москвы вынес приговор руководителю группы компании Су-10 Валерию Мансову. В марте он пытался дать взятку в размере 30 миллионов рублей сотрудникам налоговой службы. По статье 5 части 291 бизнесмены из Уфы дали штраф в 3,8 миллиона рублей. Приговор вызывает недоумение. Давайте разберемся. Налоговики обнаружили в компании Мансурова схему ухода от налогов на сумму более 600 миллионов рублей. За 30 миллионов рублей он пытался зарешать вопрос, но его по заявлению сотрудников ФНС задержали ФСБшники. Дача взятки это подследственность МВД. Неужели нашей полиции никто не доверяет, что банальная взятка проходит через госбезопасность? А вот если открыть саму часть 5 статьи 291, то задачу взятки в особо крупном размере очень большой разлет диапазона санкций. Это может быть штраф от 2 до 4 миллионов рублей, заработок осужденного до 2 до 4 лет, также может это быть 70 или 90 кратный опять же от суммы взятки штраф, или даже срок до 15 лет. Вот мне тут впору вспомнить очень нехороший момент, который мне не раз уже озвучивали силовики. Бывает так, что занимаясь бизнесменами или богатыми чиновниками, они не ставят столько цель добиться справедливости, а сколько, по их же выражению, стараются обезжирить фигуранта. В данном случае мы, может быть, только и предполагаем, но обратим внимание на то, что один контракт из компании СУ-10 получила на строительство комплекса зданий Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик в Москве. Стоимость контракта почти полтора миллиарда рублей. Кстати, группа компаний СУ-10 удалось также удержаться на плаву благодаря руководству супруги Лилии Мансуровой и Тагиру Валерьевичу Мансурову. Есть, конечно, определенные проблемы с некоторыми объектами в республике, но они все носят незапущенный характер. СУ-10, кроме этого, одна из немногих строительных компаний Башкирии, которые имеют постоянный штат рабочих и строителей. Еще о проблемах малого бизнеса. Абсолютно по-скотски отнеслись чиновники Октябрьского района УФИ к предпринимательнице Юлии Андроновой. Пять лет назад она организовала сезонный каток в микрорайоне Сипаево. Несколько лет работа Юлии Андреевой не вызвала никаких претензий. Посетителям, значит, нравились демократичные цены, с чиновниками, которые она, значит, помогала организовывать субботники или закупать какие-то хостовары, проблем тоже не возникало. Трудности у Юлии вызывало только то, что ей не удавалось оформить участок на себя. Он числился как объект незавершенного строительства на балансе БУП Сур-Сисуфы, который юридически договор на землю, значит, заключать ни с кем не имеет права. Уже в 2020 году помощник главы района Расуль Кагиров начал банально вымогать деньги у Андроновой за разрешение вести работу. В первый раз у нее взяли 200 тысяч рублей, а вот на следующий год с взяткой в 150 тысяч Кагирова взяли полицейские. А уже в этом году Андронова, значит, планировала начать работу катка в ноябре. Снова вложилась, но по указанию районной администрации каток засыпали песком и реагентами. Кроме того, администрация дала релиз, в котором написала, что предпринимательство установило незаконную постройку и в течение 10 дней должна ее снести. Иначе, как местью за своего коллегу-взяточника, я не могу назвать происходящее. Получается, что человеку, который принял участие в пресечении коррупции, система цинично мстит. Я хочу спросить бизнес-шерифа города и района, самого Ратмира Мавлиева и нового бизнеса муссмена республики. Ау, вы где? Депутат Курулта и президент адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов отправился в зону специальной военной операции. Как он объяснил нам по телефону, это был его осознанный выбор и конституционный долг. Он является офицером запаса и намерен быть непосредственно на передовой. Слухи о том, что господин Юмадилов очень сильно эмоционально переживает за происходящее и собирается пойти добровольцам, уже ходили до этого. Поэтому я не особо ему удивлен. Но все же его поступок вызывает уважение. Удивительно, что такое мужское решение принял депутат уже в возрасте, а коллеги помоложе тихо сидят молча. Хотя есть и другие депутаты, которые творят какую-то дичь. Я имею в виду депутата из Благовещенской, члена СПЧ при главе республики Сергея Жукова. Он закрыл лица мобилизованных упоротыми, значит, какими-то смайликами, над которыми сейчас уже все соцсети смеются. СМИ депутат объяснил, что лица нужно было скрыть в целях безопасности, а других смайлов под рукой не было. Зато благодаря этому посту, дескать, удалось помочь обратившимся к нему военным с лекарствами и машиной. Жуков регулярно выкладывает фотки бурной деятельности по помощи мобилизованным. Правда, я как понимаю, что местные бизнесмены могли и сами все организовать с лекарствами и прочими. А вот сам Сергей Жуков мобилизоваться пока не спешит. Другой член СПЧ, Олег Галин, регулярно орет какую-то охранительную дичь, гордится службой в морской пехоте и СОБРе, но тоже не среди добровольцев. У него сын пару лет назад отслужил в армии на флоте. Его обошла гребом к мобилизации? А вот другому члену СПЧ, протеереи Виктору Иванову, мое глубокое почтение. Он постоянно находится в зоне СВО вместе с башкирскими батальонами. Как ранее я и предполагал, министром транспорта и дорожного хозяйства республики назначен Александр Клебанов. Ну просто слишком было очевидно, что когда башкиры, булышев и жульков остались неудел, кресло обязательно займет москвич. С этим я даже ожидаю новую волну транспортных войн. Изданию Аспекты дал обширный комментарий эксперт Олег Арефьев. Я согласен с ним во всем, но особенно врезалась следующая мысль. 90% данного ведомства это дорожное строительство, а только 10% это транспорт. У условного транспортника Клебанова почти нет никакого особого опыта в дорожной сфере. В очередной раз я убеждаю, что нашему премьер-министру Андрею Назарову часто лучше молчать, нежели говорить. То он сморозит, что женщин во власть не пустит, дурацкие клипы снимает, а теперь и сам не заметил, как оскорбил население республики. Я вовсе не думаю, что у него был такой умысел, он просто не подумал, как это будет звучать. Жители республики, значит, одеты бедно и плохо, но зато вот очень вежливо, благосклонно и отдадут последнего гуся. Вот просто далеко не обязательно все это надо было произносить. На этом все на сегодня. Не забывайте поддержать нашу платформу своими донатами. Пока!